Всем-всем огромный привет! Сегодня я хочу снять такое необычное видео, которое я ни у кого не находила на ютюбе. То есть я находила подобного рода видео, которое называется «До ютюба я не знала о», но там касается дела каких-то косметических продуктов. Ну а здесь я хочу снять такое видео, в котором я расскажу какие-то вещи, которые я не знала о себе, но в процессе ведения канала многие девочки открыли мне на это глаза. И здесь будут не только такие комментарии, которые, ну там, очень злые, неприятные, но здесь будут и комментарии, где меня с кем-то сравнивали, говорили, что там на кого-то я похожа. Так что вот это можно, наверное, отнести к каким-нибудь странным комментариям зрителей или что-то в этом роде. Поэтому если вам интересно такого рода видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и всем приятного аппетита! Итак, комментарий первый, с которого я хочу начать, он не является никаким-то обидным, просто я хочу раз и навсегда объяснить, чтобы он пореже встречался. Ну, точнее, он всего встречался 2 или 3 раза, но хочу объяснить тем, девочка, потому что не хочу всем его расписывать. Это насчет того, хотелось бы увидеть тебя без стрелок. Девочки, если вы попробуете снять видео на камеру, то вы увидите, сколько камера съедает цвета. То есть, если совсем не красить глаза, то на камере будет ничего не видно, поэтому я рисую стрелки для того, чтобы сделать, например, акцент на глаза и очень бледно рисую губы. К сожалению, природа наградила какими-то яркими внешними данными кого-то, кто не я. И у меня нет таких, у меня абсолютно обычная внешность. Если я не буду красить глаза, то я буду похожа на кого бы, не знаю, на кого бы, на моль, просто на моль. И камера, к тому же, съедает очень-очень много цвета. И даже сейчас у меня здесь есть коричневый оттенок, но если я опущу глаза, его практически не видно. То есть, макияж выглядит незаконченным. Поэтому мне приходится рисовать стрелки для того, чтобы хоть какая-то яркость была в образе. И кому хочется увидеть без стрелок, есть инстаграм. Я часто выкладываю там макияжи со стрелками, и там вы можете посмотреть, если вы так вожделеете этого, меня без стрелок. Там есть фотки и без косметики совсем, где-то одна там фотка есть, где я только встала с опухшим лицом. Есть фотка, где я с одной помадой, и брови чуть-чуть сделаны. Ну, девочки, ну вы же что-то ведь красите, и я тоже хочу что-то подкрашивать, чтобы на камере это было видно. Потому что камера реально съедает очень много цвета. Как я уже сказала, природа не наградила меня очень яркими внешними данными, потому что я сама по себе блондинка, и все у меня очень светлое, кроме бровей. Следующий комментарий, который я запомнила просто навсегда, это комментарий. Как же некрасиво смотрится девушка с темными волосами и светлыми глазами. Кстати, это генетическое уродство. Написала мне одна девушка. Я ей ответила, и почему-то, к сожалению, она удалила свой комментарий. Потому что сама я не удаляю никаких комментариев, кроме тех, что содержит именно отборный мат. Но даже комментарий, который я приведу вам следующий в пример, там я ничего не удаляла. Так вот, эта девушка мне написала. Значит, я не знаю, может быть это действительно какое-то генетическое уродство или отклонение. Хотя мне всегда казалось, что темная девушка со светлыми глазами смотрится, ну как бы, неплохо, скажем так. Это не смотрится как-то вызывающе. Ну да ладно. Следующий комментарий, который мне написала девушка, и мне пришлось его даже... Я хочу его зачитать, потому что не могу запомнить дословно, как же он был у меня написан. Так, и значит, комментарий. Пишет мне девушка. Базедова болезнь. Не стоит увеличивать так и без того крупные глаза. Есть много техник макияжа, пробуйте, а то смешно. Мне на самом деле было тоже очень смешно, потому что у меня, ну я не знаю, никогда никто такого, во-первых, не говорил. Во-вторых, я не знала, что мои глаза смотрятся глазами на выгод. Я когда посмотрела фотографии людей с базедовой болезнью, ну, конечно, это надо быть, не знаю, слепой, чтобы такое написать. Если она хотела как-то меня оскорбить, ну сказала бы, что у меня подбородок на задницу похож, может быть, я бы еще оскорбилась. Но такие вещи писать, которые очевидно неправда, ну я не знаю даже. Я написала, а у вас случаем нет никакой болезни? Может быть, вы мне еще что-то придумаете? Она сказала, да. Я сказала, как есть. Всегда говорю людям правду в глаза. Выкладывая видео, не надо думать, что по тебе будут все ссаться кипятком. Мнения разные. Если я говорю, что это так, тут неспроста. Просто так бы я писать не стала, она сказала. Вот. Ну, я там тоже ей пару слов написала, но без всяких там оскорблений, без всего на что. Меня обозвали и Ш, и П, и в общем по-всякому, по-всякому. Я не удаляла, если вы захотите, вы можете пройти прочитать туда. Ну, вот ее я заблокировала, потому что это из тех категорий людей, которые просто не останавливаются. Они пишут и пишут и пишут, то есть даже если им не отвечать. Она, кстати, сделала потом тут же другую анкету, и с другой анкеты мне опять же написала. Ну, в общем, понятно, что человек хотел сделать мне, в общем, неприятно. Еще одна девушка, которая мне написала. Помните, когда я выкладывала фотку в Инстаграм и спрашивала вас, оскорбляла я когда-нибудь, кого-нибудь или хамила я кому-нибудь? Она мне написала, что я тоже ей хамила. Я, кстати, спросила провести факты, а потом я посмотрела ее фотографии и вспомнила ее. Она мне как-то писала... Помните, я вам рассказывала насчет того, что я зашла на кутикулу. Она мне написала с таким пренебрежением, что она может мне из Турции выслать карандаш, который подтирает вот эти места. Он у них стоит недорого. Потом она мне написала, что я там, ты должна это, должна это, должна это. Короче, много чего я там была должна. На что я написала, что я никому ничего не должна. И она, наверное, что-то путает. Ну, я не знаю. Видимо, она привыкла, когда все с ней соглашаются. И тоже мне... Ну, кстати, там она ничего такого плохого не писала. Вот здесь вот она разошлась просто не на шутку. Я написала ей, что... А, так это ты та, кто собирался мне выслать карандаш, чтобы убирать лак с кутику? Наконец-то я тебя посмотрела. И она написала, посмотрела, вот и чудненько, сопи в две дырки дальше. Я написала, ты меня с утра прям повеселила, спасибо. И она мне написала, не за что, иди дальше, проводи анализ на туалетной бумаге. Думаю, в этом ты точно сможешь занять нишу знатока. Я написала ей, окей. И я думала, на этом наш разговор закончен. На что она не остановилась и пишет мне, тебе, кстати, тоже спасибо. За то, что ты повеселилась слегка, видя твои выдающиеся природные данные. Слезы от смеха так и накатываются на глаза. Так это ты еще с макияжем? Слово такое неприятное. Что же там, если его смыть? Я написала ей, что она ух разошлась, быдлятина. И как бы заблокировала ее. Потому что я зашла на ее фотографии. Там, где... Ведь она, как я поняла по комментариям, она, видимо, считает себя идеальной. И другим не допускает, если у них когда-то вот тут лак за кутикулу, на кутикулу попал. Я написала, так, может, мы пообсуждаем твою внешность тоже? Она мне написала, ну, ты, конечно, можешь пообсуждать, но я не ставлю себя там бьюти-гуру и не даю ненужных советов. Я написала, так, зачем же ты на меня подписалась? Тоже странно. И могу сказать, что я тоже не считаю себя бьюти-гуру. Я делюсь теми советами, которые я действительно наверняка знаю, что они работают. Они помогают мне, может быть, помогут и вам. Я там не мню из себя никакого специалиста. Но, в общем, она там сказала, что я спец только в туалетной бумаге. Макияжи у меня, короче, никудышные. Маникюры тоже, хотя я никогда в жизни маникюр не выкладывала. Это было мое одно из первых видео, когда, может быть, я не знала, как себя вести. Может быть, действительно я зашла. Я вам честно признавала, что да, я не умела нормально красить ногти. Это я сейчас вот стараюсь там, чтобы никуда здесь не зашло, чтобы как бы лишних поводов для бесед не давать. Ну, в общем, она так, знаете, грубила с таким вот... Такой у нее залп был, вот как будто, я не знаю, она только вот с тюрьмы вышла. Потому что это было настолько в грубой форме. Я так никогда не грубила. И вообще для меня странно, ну, как можно вот с такой злостью вообще незнакомому человеку писать? Я тебе ничего не сделала, зачем ты вообще, ну, просто тогда лезешь? Я, короче, ее заблокировала в Инстаграме, потому что ее было не остановить. Я уже просто писала ей ок-ок-ок, чтобы она просто успокоилась. Ну, потому что, ну, что толку вступать в полемику? Она вообще совсем разойдется и там мат-перемат начнется. В общем, я ее заблокировала и все. Так, по-моему, это все комментарии, которые я хотела... А, ну, еще из тех комментариев, которые с кем-то меня сравнивали, это... Да что же это такое за причесом такой у меня? Это с Анной Снаткиной, там, где у меня были видео без макияжа. Дальше это, по-моему, было... Не помню, какое видео, но, в общем, да, там. И я, кстати, раньше сама замечала какое-то сходство, когда я смотрела Татьяне Тинь. Если я совсем без макияжа, то у нас есть определенное сходство с ней. У меня даже родинка где-то с этой стороны, а у нее где-то тоже тут есть родинка. Потом меня сравнивали с Джессикой Джейн Климент, которой я последний образ буду делать. Не то, что перевоплощение, просто образ, потому что я на нее так-то не похожа, конечно. Ну, что-то там близкое. И на Милу Кунис это вот постоянные три девушки, которые мне о них очень часто пишут. Это то, что я тоже не знала до Ютуба. И... до Ютуба? До Ютуба. И еще, да, мне часто пишут насчет моих глаз. Я никогда в жизни не замечала, что у меня какие-то там сильно красивые глаза. Может быть, потому что я не умела их как-то... Ну, так вот, на чем я остановилась. Насчет глаз, да, я никогда не замечала, что они у меня какие-то очень красивые. Мне ни в жизни никто об этом не говорил. То есть, из... ну, своих знакомых, может быть, из моей семьи. Никто никогда в жизни мне не сказал, ой, Оксана, у тебя такие красивые глаза. И только девочки здесь на Ютубе мне открыли, что у меня какие-то там, ну, необычные или большие глаза. Ну, которые кому-то кажутся базедовой болезнью. Ну, в общем, это не так страшно. Так что, девчонки, мне будет очень интересно узнать, если вам кто-то говорил какие-то странные вещи о вашей внешности, либо о вашем характере. Просто, правда, очень интересно почитать. Может быть, вы мне что-то расскажете. Я надеюсь, видео было... ну, не знаю, может быть, чуть-чуть вас повеселило, может быть, огорчило. И я с нетерпением жду ваших комментариев. Увидимся в следующем видео. Все, пока!